Всем привет! Меня зовут Татьяна Захарова, я основатель Greenbird.ru В этом видео я покажу, как можно украсить простую одежду, футболку с помощью кристаллов Сваровских. У нас есть вот такая вот, ну, довольно скучная, мне кажется, вещь, и я хочу ее украсить. Украшать мы будем с помощью термоклеевых кристаллов Сваровских, артикул 2078. Я возьму цвет кристалл разных размеров и покажу сейчас несколько вариантов, как можно использовать эти кристаллы. Первым делом нам нужно протестировать, подходит ли ткань, на которую вы хотите крепить кристаллы для термостразов. Как это выяснить? Берем чуть-чуть воды, капаем ее на ткань и смотрим, что будет. Если вода впитывается, значит впитается и клей. Соответственно, эта ткань нам подходит. Не все места на футболках можно украсить. Например, бывают принты, сделанные такими прорезиненными красками, в них не впитывается вода, соответственно, не впитается клей из кристаллов, соответственно, они не смогут прикрепиться горячей фиксацией. Термостразы можно крепить разными способами. Я покажу два варианта. С помощью специального паяльника. Вот такая вот штучка у нас продается в greenbird.ru. Ссылку на товар вы найдете в описании к этому видео. Этот паяльник продается с разными насадками. Можно выбирать в зависимости от того, с каким размером кристаллов вы работаете. У меня здесь будет СС-20, соответственно, я установила наконечник, на котором так и написано. СС-20. Включаем. И засекаем 2 минуты. Ждем, пока нагреется. А пока мы ждем, приготовим бумагу. Нам обязательно понадобится бумага. Берем бумагу для выпечки. Отрезаем небольшой кусочек. И эта бумага нам нужна для того, чтобы спасти вещь от протекания клея. Мы прокладываем ее вот туда, в общем, прокладываем. Чтобы, когда клей будет плавиться, чтобы он не склеил два слоя футболки. Ну все, 2 минуты истекли. Можно начинать работать с кристаллами. У меня есть вот такой вот волшебный подносик, на который мы кладем кристаллы и вот так вот их крутим. И они переворачиваются правильной стороной наверх. Ну, здесь все довольно просто. Мы берем паяльник в одну руку, подносик с кристаллами в другую. Паяльником вот так вот делаем. Оп! Кристалл к нему магическим образом прилипает. И смотрим на него примерно 20 секунд. Время пошло. 20 секунд на него смотрим. Ждем, когда расплавится клей. Кстати, чем больше кристалл, тем больше ждать приходится. Этот вариант для тех, у кого очень много времени, кто никуда сильно не торопится. Или кому нужно украсить точечно какие-то места на футболке. Потому что, ну в любом случае, даже если вы будете это делать утюгом, вам все равно придется 20 секунд утюгом сидеть и держать, пока оно все тут расслабится. Так, мне кажется, все, клей потек уже. Так, выбираем место, куда мы ее приделаем. И делаем. Я предлагаю вот сюда. Вот так раз. И отпускаем. Можно помочь себе палочкой. Есть еще вариант. Мы берем просто кристаллик. Выбираем место на футболке, куда мы хотим его приклеить. Вот так вот прикладываем. Прижимаем. И ждем 20 секунд. Когда кристаллы крепите вот так вот единично на рисунок, то лучше все-таки делать это паяльником, а не утюгом. Потому что паяльник их приделывает точечно. А утюг может оставлять следы утюга вокруг. То есть, когда вы прижимаете, у вас будет контур утюга, и это будет не очень красиво. А паяльником получается, что вы давите только на кристалл и не портите ткань вокруг. А еще кристаллы можно крепить с помощью утюга. Точно так же на двоечке разогреваем утюг. Берем вещь, которую мы хотим декорировать. Берем бумагу для выпечки. Прокладываем то место, где у нас будут крепиться кристаллы. И начинаем работу. У меня есть вот такой вот маленький чудесный утюжок. Я буду использовать его. Утюг желательно брать такой, чтобы не было у него здесь отверстий. Потому что, когда вы будете кристаллы приклеивать утюгом, какой-то из них может попасть в отверстие, и клей на нем не очень хорошо расплавится, и тогда он не хорошо приклеится. Поэтому лучше брать утюг, у которого поверхность вся гладкая. Ставим его на двоечку без пара. Утюгом удобнее всего крепить уже готовые мотивы. Какие-то рисунки, орнаменты, где кристаллов уже очень много. Например, у нас есть вот такие вот уже готовые, сделанные сваровски на фабрике птички, которые мы заказывали специально для нас. Кстати, если вы хотите термо-транскерс с вашим логотипом или с вашим рисунком, вы можете обратиться к нам по электронному адресу salessobakagreenbird.ru, и мы для вас закажем, посчитаем, сколько будет стоить сделать такое у сваровски. А еще можно делать мотивы самим с помощью специальной клейкой пленки. Я вот уже приготовила такую звездочку, сейчас я расскажу, как она делается. Мы распечатали рисунок, который мы хотим выложить в кристаллах. И выкладываем стразами по контуру. После того, как мы выложили рисунок, мы берем пленку, отрываем клейкую часть и приклеиваем стразы на пленку. Получается, что мы перенесли рисунок и сделали сами свой термо-трансфер. Мы можем его отложить, например, на будущее, либо прямо сейчас с ним начать работать. Итак, утюг разогрелся. Трансфер наш готов. Берем, прикладываем куда хотим. Вот так. Утюжком прижимаем. И считаем до, ну давайте до 30. 1, 2, 3. Опа! Снимаем пленку, а звездочка остается. Кстати, вот что я говорила по поводу следа от утюга, который остается. Видите, вот видно, да, что утюгом здесь прижималось. То есть мы тяжело довольно от него избавиться. А вот если бы мы делали паяльничком каждый, то этого бы не было. Но мы бы делали это очень-очень долго. Теперь вы видите, что это гораздо проще, чем казалось. Так вот легко и просто можно украшать самые разные вещи. Из хлопка, шелка, разных самых тканей. Главное, не забудьте протестировать их водичкой. И обязательно поделитесь в комментариях, что и как и чем вы украсили. Пока-пока! А что я там говорила? Та-дин! Та-дин! Опять! Да-да-да! Вырежешь вот это вот. Нет, не так. Так, все пошло не так. А-а-а, хорошо, пошло не так. Класс. Мысли с нами. Так что смотрите.